С новостями спорта Александр Шариков. Здравствуйте. Первый день юниорского чемпионата мира по биатлону, который стартовал сегодня в австрийском Хохфельсине, для украинских участников получился неудачным. Лучший из них Роман Боровик финишировал в индивидуальной гонке 19-м. Харьковские биатлонисты Юрий Сытник и Александр Пономаренко заняли 66-е и 94-е места соответственно. Они и стреляли неважно, и бежали небыстро. Сытник проиграл чемпиону 9,5 минут, Пономаренко больше 13-ти. Теперь о королеве спорта. Анастасия Матузная поддержала высокую марку харьковской легкой атлетики на матчевой встрече юниорских сборной Белоруссии, Сербии, Украины и Турции, которая состоялась в Стамбуле. 16-летняя ученица Николая Халаима и Марины Пуповой перенствовала в Пятиборье с результатом 3861 очко. Победа заслуженная и убедительная. Выиграв три вида из пяти, а в двух став второй, Матузная опередила ближайшую соперницу Сербку Ангелину Топич на 542 очко. Янина Юрченко заняла второе место в спринте на 60 метров 7,81 секунды. От турецкой бегуньи Симаюс Чевчи, 17-летняя воспитанница Надежды и Валерия Бодровых, отстала на 19 сотых. В Харькове в течение трех дней царила художественная гимнастика. В городской комплексной детско-юношеской спортивной школе «Восток» состоялся традиционный фестиваль «Красота спасет мир». Этот удивительный турнир-праздник успешно проводится уже много лет. Нынешние соревнования были 15-ми по счету и собрали спортсменок из 11 городов Украины. Всего 17 команд. Детки приехали очень сильные. Сдюшоровские детки приехали, которые выступают на чемпионатах Украины. Представляет область Черниговская сильная область у нас, Днепропетровская сильная область, ну и Харьковская, конечно, тоже сильная область. Так что мы довольны нашими выступающими гимнастками. Нам нравится, что турнир процветает и в профессиональном плане, и массово тоже. Гимнастки со всей ответственностью подошли к соревнованиям и порадовали зрителей яркими выступлениями. Желание победить, быть лучше – это очень сильно мотивирует на более серьезные задачи. Харьковский фестиваль как раз и является своеобразной стартовой площадкой для будущих больших достижений. Девятилетняя Анжелика Пастухова-Ширяева после прошлогодней домашней победы успешно проявила себя на трех международных соревнованиях, а на нынешнем турнире выиграла золотую и бронзовую медали. Серьезно готовилась. Мы тренируемся по три часа. Сначала мы разминаемся, потом тренируем виды свои. Мои любимые упражнения – это булавы и мяч. Я хочу попасть в сборную Украины и хочу полететь в Лос-Анджелес на Олимпийские игры 20-28. В младших возрастных группах отличились еще одна воспитанница Кады и США «Восток» Миланя Закопайло и представительница знаменитой киевской школы Дерюгиных Елизавета Алексеева. Анастасия Ленкова выиграла программу мастеров спорта. Ее одноклубница из «Востока» Анастасия Икон и Виктория Шарак из Чернигова доминировали среди кандидатов мастера. Кстати, черниговские аградцы участвовали в фестивале «Красота спасет мир» в 15-й раз. У меня есть дети, которые сейчас в сборной Украины и представляют нашу сборную на чемпионатах Европы, на мировых соревнованиях. И все эти дети начинали и росли вот тут и на этом турнире принимали участие. Детям очень нравится проведение и соперники, и подарки, и отношения к ним. Поэтому я думаю, что мы всегда будем поддерживать дружеские отношения и развиваться вместе с этим турниром. В заключительном матче международного турнира по футболу среди женщин Пинатаркап, который проходил в Испании, сборная Украины уступила Исландии 0-1. Пропустив мяч на 34-й минуте, подшефные Наталья Зинченко в дальнейшем пытались изменить ситуацию, владели инициативой, но не забили. В итоге с тремя очками украинки заняли третье место. В стартовом туре они проиграли Шотландии 0-3, во втором разгромили Северную Ирландию 4-0. Украинская сборная была составлена больше, чем наполовину из футболисток харьковских клубов «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2». Первый день чемпионата Украины по плаванию. Харьковичане намыли в бассейне акваре на одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Победу одержала Карина Снитко, которая быстрее проплыла 400 метров вольным стилем. Вторыми хозяев акватории были в мужской комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Марина Колесникова и Богдан Белеменко стали бронзовыми призерами на дистанциях 200 метров на спине и 400 метров кролем соответственно. Что было в среду, знает Алексей Заржицкий. Во второй день харьковчане добыли три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды. Татьяна Евминова стала двукратной чемпионкой. Сначала 17-летняя подопечная Елены Чайки выиграла заплыв на 400 метров комплексом. Ставшую второй Екатерину Остопуху из Днепра харьковчанка опередила почти на две секунды. Еще одно золото Евминова заработала в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем вместе с Кариной Снитко, Мариной Колесниковой и Марией Гурейковой. Раньше мне не очень нравилось плавать именно в Харькове. Лучше было выезжать куда-то на соревнования в другие города. А вот сейчас, мне кажется, намного лучше, когда свои родные стены, родители, вся поддержка. Именно все приходят, болеют за тебя, поддерживают. И поэтому еще и плюс бассейн у нас тут хороший в Харькове. Из-за этого лучше, конечно, дома принимать соревнования. Максим Голубничий выиграл мужские 400 метров комплексом 4 минуты 26,07 секунды. Одессита Никиту Дорогова, который финишировал вторым, воспитанник с Дюшор Спартак обогнал на 2,55 секунды. В каждом стиле я пытаюсь одинаковую силу приложить, но лучше мне легче плыть брас и дельфин. Брас, потому что это мой основной стиль, а дельфин это начинающий, в принципе, всегда оно быстро и свободно плывается. Решающий, я так думаю, что это был брас, потому что я видел то, что я уже обгоняю и перегоняю. И кроль я пытался очень сильно финишировать. На 100-метровке вольным стилем с Нитко и Колесникова показали второй и третий результаты соответственно. В кролевой эстафете 4 по 100 метров Валентин Нестеркин, Вячеслав Балашов, Денис Кофенко и Виктор Репин стали серебряными призерами. Чемпионат Украины продлится еще два дня. Сборная Харьковской области Юрокадемии обменялась победами с Винницей в 13-м туре волейбольной суперлиги Украины. Первый матч остался за подопечными Сергея Коваленко, которые были сильнее в четырех партиях. В повторной встрече гости взяли реванш с аналогичным счетом 25-22, 20-25, 25-19, 25-17. Локомотив не испытал проблем в выездных матчах с Минницким новатором. Харьковчане дважды обыграли безнадежного аутсайдера таблицы с сухим счетом. Особенно убедительно железнодорожники Сергея Киселя и Игоря Зяблицова провели вторую игру 25-20, 25-15, 25-16. Таблицы юристы остались на пятом месте, локомотив на шестом. Вот такие сегодня известия. Ничего лишнего, только спорт. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова